Всем привет, дорогие друзья! С вами Станислав Мелешов, Гарф Прот, и это, по-моему, уже шестая часть наших с вами обучающих роликов по поводу на тему грязного звука. Итак, начнем. Сегодня я, как и обещал, расскажу вторую часть аранжировки, ну как, то есть, второе видео, посвященное аранжировке. Итак, прежде чем мы начнем, хочу сразу сказать, если вы покупали у меня курсы, напишите мне в личные сообщения, потому что у меня есть закрытое сообщество для моих клиентов, в котором состоят далеко не все мои клиенты. И поскольку не все смотрят это видео до конца, я решил сказать об этом вначале. Я уже один подгон в виде своих собственных брейков своим клиентам дал. Сегодня, буквально час назад, я закончил записывать второй подгон для своих учеников, и у нас там вообще движуха идет. Один хороший человек предложил мне очень интересную идею с оцифровкой виниловых пластинок, ну и как мы над этим всем работаем. Так что, если вам все это интересно, то напишите мне в личные сообщения, если вы являетесь моим клиентом. Если вы таковым не являетесь, то в любой момент можете мне таковым стать. Для этого вам, опять же, нужно написать мне в личку. Итак, начнем. Аранжировка. Сегодня на примере другого бита. На примере вот этого бита. Большинству понравился он, потому что он реально очень легкий и размеренный. Мне он тоже нравится. Итак, начнем. Самая первая и простая аранжировка. Сразу говорю, аранжировку я делал, основываясь на той тональности, которую считал благодаря автотюну. Это виолончели или контрабас, даже не знаю, скорее. Ну, короче, какой-то струнный инструмент. И он... Легато, по-моему, если я не ошибаюсь. И он создан для того, чтобы вот сэмплу... Вот этому... Давайте послушаем. Отдельно сэмплу добавить немножко мяса, потому что сэмпла его не хватает. А если включаем... Чувствуете, как-то вот уже стал побогаче он звучать. И поэтому я добавил его. Естественно, добавил еще бас. Потому что куда же без баса? Бас тут такой перегруженный. Он нисколько нужен, чтобы там какие-то сабвуферы раскачивать. Он тут нужен, чтобы... Такой для мид-баса, во-первых. И чтобы призвук такой сделать. Как будто... Как-то объяснить. Ну, бас-гитара, если ее пропустить через кабинет или комбарь, как это называется, она может быть немного перегружена. Такой вот акустический эффект это, короче, создает. Потому что я думаю, что бас не только должен быть басовым. Ему можно дать немного художественности. Вот как я сделал сейчас это с помощью перегруза. Например, еще можно совмещать два баса. Один, чтобы был пониже, другой повыше. Главное следить за тем, чтобы они не были в противофазе относительно друг друга. Потому что если они будут в противофазе, там баса толком не будет. Ну, короче, долго объяснять. Если вы сделаете два баса, и они вместе звучат хорошо, при условии, что один перегружен, другой низкочастотный, это будет круто. Вот еще одна такая маленькая фишечка. Используйте, кто хочет. Так, следующий шаг. Так, это у нас... Да, давайте лучше вот это. Потому что вот следующий элемент аранжировки, это вот он у нас. Я сделал для него автоматизацию. У меня есть такая проблема. Я никогда не могу сказать, вот все, это конечная версия. И это будет звучать так всегда. Нет, я думаю, что я, может быть, немного под шаманью над этими голосами, чтобы они вот в этом месте звучали уже погромче. Или нет, я не уверен. То есть я не могу найти золотую середину. Трудно это сделать. Но я думаю, что все-таки вот это уже конечная версия. То есть вот эта автоматизация, это как раз-таки вот эти голоса. Потому что к концу куплета они как бы добавляют, ну, чуть-чуть эпичности, грубо говоря. То есть они постепенно появляются. Вот мы можем вот это сейчас слушать. Вот сейчас их уже отчетливо слышно. Еще немножко им добавляют, как бы, драмы немного, что ли. Вот эти звуки. Я как выбирал инструменты по какому принципу? У нас тут фортепиано. И оно такое, скажем, довольно-таки лиричное. Послушаем все вместе. Ну, такое, такое лиричное, мягкое, такое душевное фортепиано. И я из этого принципа подбирал инструменты. Струнные. Струнные отлично подходят практически ко всему. И в данном случае мне нужно было мясо добавить. Поэтому я взял низкие струны. Потом я выбрал бас. Ну, как бас? Бас в хип-хопе тебе просто необходим. Я обработки выбирал. Опять же, чтобы обработка была более-менее художественной. Как вот этот бас, обработанный дисторшеном. Или овердрайвом. Скорее, овердрайвом. Короче, вот таким я его сделал. Голоса, они тоже добавляют немного эпика. И они, грубо говоря, слезливые такие. Как и сам сэмпл, тоже слезливый. И вот эти колокольчики. Это необычные высокочастотные колокольчики. Очень высокие. Это какие-то тоже мясистые, грубо говоря, колокольчики. Которые тоже могут быть слезливыми. Вот. Кстати, по-моему, это те самые колокольчики. Они были в Нексусе. Они называются ВК Белс 2. По-моему, их использовал в своем треке Смоки Мо. Песня называется Антидепрессанты. Она последняя с альбома Младший. По-моему, это они. Ну, они звучат, по крайней мере, ну, очень похоже. Перейдем к припеву. В припеве не менее интересная аранжировка. Во-первых, меняем сэмпл. Сэмпл стал более мясистым. И поэтому ему, в принципе, даже не нужны струны. И поэтому я их убрал. Еще один интересный момент. В конце куплета... Надо включить все инструменты. Видите, я поднял струны на дофигалеон октав вверх. По-моему, на 4 или на 3. И это я сделал, чтобы выделить окончание трека. Окончание куплета. Слушай. И вот этот тейп стоп эффект из глича, который тут звучит, звучит от этого еще эпичнее. Итак, перейдем к припеву. Я думаю, все-таки выключил свою тегу, потому что она меня слегка задолбала. Голоса тут присутствуют. Но они вот в такой форме. Потому что сам по себе сэмпл стал более мощным, более широким. Я только что ударил микрофон, простите. И как бы он уже не нуждается в мощном таком бэкграунде. Не бэкграунде, как называется. Ну, в мясе сильном не нуждается. Потому что у него появилось свое сильное мясо. Поэтому я добавил голоса вот именно такими, с таккатотипом. По-моему, так называется. Так. И я таким же образом, ну не таким же образом, добавил низкую часть этих колокольчиков. Потому что мелодия сама... Я захотел выделить мелодию в сэмпле, в припеве. Поэтому колокольчики добавил низкие и тоже практически на тех же нотах, что и голоса. Теперь у нас получилось такое, что... Вы слушаете. Они дополняют друг другу голоса и колокольчики. Вот мы это прекрасно слышим. Теперь послушаем окончание. Нет, мы не можем его послушать. А сейчас можем. Мы совместили вот эти звуки. То есть, стакката, колокольчики на низких нотах. Совместили колокольчики на высоких нотах. Совместили... Это не голоса. Это... Да, опять же, колокольчики. Так, что-то я запутался. А, да. Стакката голоса. Колокольчики на высоких нотах. Колокольчики на низких нотах. Бас. Облегченный сэмпл. И все. Получили очень легкое окончание. Вот так. Вот так все именно просто. Я надеюсь, что этот видеоурок вам помог. Потому что я, делая этот бит и рассказывая вам о нем в видеоуроке, стремился доказать вам еще раз, что не нужно делать какие-то мощные, сильные аранжировки. Главное, чтобы аранжировка дополняла. И чтобы она не мешала сэмплу. И сэмпл, чтобы в итоге не мешал аранжировке. Чтобы все было дополнено. И при этом, чтобы трек звучал интересно. Я мог сделать такие же длинные легатые инструменты в припеве, но я не стал этого делать, потому что я решил выделить все сэмплом. Таким образом, мы имеем некий контраст между куплетом и припевом. И при этом и в куплете, и в припеве все звучит гармонично. Вот к чему я стремлюсь. И в своем новом видеокурсе, который будет посвящен грязному звуку и будет сделан в том числе на примере бита похожего на этот, но более интересного, я расскажу еще больше про аранжировки, о том, как делать еще более интересные штуки, которые не будут мешать сэмплу. Как делать трек чуть-чуть более динамичным, оставляя его примерно таким же спокойным и размеренным, чтобы звучало все это более интересно. Ведь что нам еще нужно, кроме как то, чтобы наши треки нравились нашим слушателям. В целом, все. С вами был Гарф Прот, Станислав Милешов. Если ты мой клиент, напиши мне ВКонтакте, я добавлю тебя в группу. Подписывайся на новые видео и поставь лайк, если тебе помог этот видеоурок. И обязательно расскажи друзьям в социальной сети, сделай репост. Это очень важно. Давайте вместе поможем проекту Школы Битмекинга. Рад был для вас стараться. И пока. Кстати, я записал свой личный видеоблог. Буквально на днях он у меня на канале. Вот тут сейчас на экране будет ссылка на него. Если вам интересно посмотреть на мое лицо и вообще послушать, чем я живу, последние дни посмотрите мой видеоблог. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok